Слава тебе, Святая Богородица, спаси нас! Слава тебе, Святая Богородица, спаси нас! Слава тебе, Святая Богородица, спаси нас! Память! Вечная память! Вечная память! Вечная память! Вечная память! Я хотел бы обратить Ваше внимание на то, что действительно место святое – это первый храм воинской славы, первый памятник воинской славы, построенный, как я уже говорил, сразу после битвы. После взятия Казани, после служения. Сначала здесь была деревянная часовенька. Монастырь, который, мы знаем, как села, но в будущем его перенят на дорогу, так как место это затапливалось во время половой. Но братская могила здесь оставалась, поэтому после деревянной часовеньки был построен храм в 1823 году. Вечная память по проекту на Севастополе на Севастополе на Севастополе на Севастополе. Тот храм построен позже – 1853, если я не ошибаюсь, 1853. Его долго строили, осветили только 1850. Вот два таких храма. Наш храм в Казани был первый. В такой форме, в таком архитектурном, стилистическом душе. Будем потихонечку с Божьей помощью как-то восстанавливать. Пока, честно говоря, дорогие, не знаю как, помолимся, чтобы Господь для нас сделал инструментов в своих руках. Делать это надо тихонечко, спокойно, созидательным трудом. И дай Бог, чтобы мы здесь служили не только по Нехиду, но и по Туркии. Этот храм всегда был храмом воинским. И здесь венчали воинов, здесь отбивали тех, кто отбивали. Здесь крестили детей, воинов, которые родились в воинской семье. Поэтому будем надеяться, что наш Казанский гарнизон все-таки тоже обратит внимание на это место, на этот храм. Потому что, ну, не Боже, что архитектурный символ один из архитектурных силов нашего города находится на полном состоянии. Конечно, в этом и мы виноваты, потому что нас всегда спрашивают. Храм-то есть, он передан вам одиннадцать лет назад в Казанский гарнизон. Я вам говорю. Вы здесь бываете, вы здесь собираетесь. Ну, давайте, дорогие, собираться. И сами немножечко сваекелейные молитвы, молитесь, чтобы Господь благословил. Это начинание, которое длится уже один год, чтобы все-таки этот храм был местом поселения славы. Потому что здесь они стоят, в том числе их. Спасибо, Господи, дорогие. Да. Всем, кто захочет в храм, Алексей Алексеевич, где у меня? Спасибо. Давайте договоримся, да. Да, обязательно. Вокруг обойдите и помолитесь. Кто захочет пойти в храм, дорогие, давайте договоримся. Там лица, там не мезопар. Поэтому я сейчас для гостям нашим покажу. Мы человека три-четыре зайдем. А потом также небольшими партиями зайдите, посмотрите. Там правда не видно, храм уже наверху.